Всем привет! Начинаем проект протестантской аналитики «Крестовый подход». Поставьте, пожалуйста, лайки в самом начале, подпишитесь на этот канал и распространяйте это видео. По возможности пишите комментарии, тоже не забывайте. Из Европы я, Сергей Степанов, и Андрей Матынга из России многострадальной, но не такой многострадальной, конечно, как Украина, но все-таки. Альберт Раткин из Калуги, епископ церквей. И поговорим о современном положении церквей, у которых, например, забирают молитвенные дома. Таких уже немало, может быть, не десятки, но здание церкви Альберта Раткина опломбировано. Сейчас они собираются буквально в палатки на территории. Но есть же возможности решить эту проблему. Но какова цена, как говорится. Поэтому об этом сегодня и наш разговор. Андрей, тебе слово. Да, ну мы следим, конечно, за ситуацией с храмом в Калуге. И вот Альберт недавно говорил, что когда его выгоняли из союза РосХВЕ, ему обещали расколоть церковь. Как идет этот процесс, раскололи, исполнили обещания? Приветствую всех, всех зрителей. Спасибо за вопрос. Спасибо, Андрей. Мне кажется, тебя представляя, Сергей сказал, что ты из России. Или мне послышалось? Нет, 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 про вас, Альберт. Я говорил, что вы из России. Будьте внимательны. Не надо путать, да, а то мы можем попасть. Тот, кто из России, он вынужден фильтровать разговор, как говорится. Не все слова даже приличные можно произносить, если ты в России. Но я думаю, вы это искусство освоили в полной мере, поэтому можем спокойно с вами разговаривать. Ну, смотрите, что происходило. Это случилось чуть более года назад, в сентябре. В сентябре у меня было два разговора. Первый разговор. Я был в Орле, конференция была, церкви Божия. Жив был еще Павел Сергеевич, епископ национальный, Абашин. Я был там, мне позвонили с Москвы, сказали, Мацулла хочет поговорить. Вот связь была плохая, я отъехал поближе к городу. Вот, и мы проговорили больше часа, и на следующий день они позвали меня в Москву. Я думал, с Мацуллой встретимся, поговорим один на один. Но там были четыре человека. Олег Попов, Неретин и Дмитрий, Дмитрий, как же его фамилия? Это из Саратова. Брат пастора, он сейчас забыл фамилию. Он секретарь и в «Слово жизни», он секретарь и в РосХВЕ, Духовного Совета. То есть такой паренек устроился хорошо, как я говорю, теленочек двухматок совсем. И там, и там зарплатки, видать, и все остальное. И у нас состоялся лицом к лицу разговор, где они прямо, Мацулла начал с ультиматума, сказал, нас уже достала твоя деятельность, канал. Все шло вокруг канала, вокруг голоса, вокруг тех проблем, которые я начал поднимать. Ладно, одно дело я поднимал постоянно это все в союзе и в ассоциации. Речь идет о YouTube-канале «Взгляд с небесной», который вы видите активно. И я, конечно, ну знаете, честно был огорчен и ошарашен. Я Мацулле впрямую сказал после ультимата, я говорю, ты мне ультиматум ставишь? Говорит, да, уходи, и все, нас уже достали, на нас давят, ты должен уйти. То есть мы из-за тебя не хотим там страдать и все. Потом эту версию уже, здесь в Калугу приезжал Риховский, встречался с руссковоедшими. Тут несколько пастырей у нас есть еще тоже. Полпредова они переназначили. Вот он тоже версию озвучил, говорит, лучше в жертву принести одного человека, чем пострадал бы весь союз. Ну, то есть я вот был тем как раз, как они говорят, возмутителем, из-за которого мог пострадать весь союз. Я Мацулле тогда сказал, знаете, для меня вот, ну, что было такого шокирующего, я ему сказал прямо в лицо, я не стыжусь своих слов, я говорю, Мацулла, моему великому сожалению, ты взял в России все самое худшее, ты взял диктаторство, ты приехал из свободной страны, где есть свобода слова, где есть свобода... Из Швеции, напомним. Из Норвегии, он норвежец сам. Где каждый может выражать свое мнение. Я говорю, и ты давишь на меня сейчас, чтобы я закрыл канал. Вот. Но они впрямую сказали, мы приедем тебе, мы разрушим твою церковь. Рядом сидел Олег Попов, он повторил ультимата Мацулла. Вот мы сидели, их четверо и я один. На такие встречи, как правило, никого не дают взять, потому что я пытался на встречи с Риховским взять кого-то хотя бы со стороны. А записать или под протокол как-то? Ну вот смотри, как записать. Я же сделал, пытался сделать запись до этого. За месяц меня они вызвали на духовный совет РосХВЕ. Там был Риховский, Дериенко, Реннер, Паша Реннер, сын. Кто-то еще был. Мартюничев и исходовец Эдуард Деремов. Весь суд надо мной длился. Они как действуют? Они действуют по бумагам бюрократические всякие. Вот мы провели там то-то, то-то, нашли вот это. Напишем вот то-то. И вот ты говоришь, надо записывать. Секретаря не было. И я как нормальный человек, я говорю, братья, даже в судах сейчас ведется аудиопротокол. Раз секретаря нет, протокол не ведется. Ну мало ли чего, я забуду сейчас разговоры. Я включил телефон, я говорю, я включаю телефон, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы записать наш разговор. И вы можете это тоже сделать. Ну и тогда взорвался Риховский. Он орал там. Он сразу открыл закладки. Это было вот за месяц до встречи в Слово Жизни. Он открыл Библию с закладками, ребят. Вот чтобы оно было понятно. И там сразу было это место с кощунником. Я тебе руки не подам. В общем, суд надо мной длился до открытия двери, пока я вышел, 4 минуты 40 секунд. Запись у меня есть. Я еще не публиковал. Вот этот взрыв эмоциональный. И все даже слушали. То есть, какие-то аудиозаписи вы сделали. Ну это тогда, да. Та рекомендуем или как? До того, в жизни они не дали записывать. Ну, я не стал уже. Мне надо было выяснить все и понять. Вот. Они напишут заявление, выйдя сам. Иначе, 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 иначе. Мы приедем к тебе, мы соберем людей. Вот. Мы объявим тебя то-то, то-то, то-то. Мы заберем у тебя все. Попов дословно мне сказал. Альберт, ты останешься один. Мы заберем у тебя церковь. Мы заберем у тебя людей. Мы заберем у тебя имущество. Мы заберем твое доброе имя. Ну это вот поведение братвы на районе вообще. Вот просто криминальные какие-то разборки. Понимаешь, это узкий круг избранных. Церковь к этому не имеет отношения. Церковь даже не знает всего этого. Это ребята, которые, ну как, если твои терминологии, они банкуют, знаешь. Они держат свою мать, держат колоду с картами. И они, конечно же, как шулера где-то мухлюют, где-то все. Я говорю, ну так же не делается. Пиши заявление. Вот прям при нас. Что ты выходишь сам добровольно. Я говорю, ну дайте я хоть церковь соберу. В воскресенье. Это был, по-моему, четверг, что ли. 17 сентября, что ли, или 16. Да. Я говорю, ну поговорю с общиной. Ну соберемся поговорим. А нет, у тебя нет времени. Я говорю, ну дайте хоть время помолиться. Нет, мы тебе времени дадим. Вот сколько тебе надо. 15 минут хватит. Вот выйди сейчас за дверь. Помолись. Заходи сюда. Пиши заявление. Вот буквально все так было. А если бы вы отказались добровольно выходить? Я связывался с юристами. В России все равно церковь отдельно от государства, когда нужно, вы понимаете. И в суде вопрос звучало одно. Уже было много таких рейдерских захватов церквей. В том же Ярославле. Я не знаю, знаете вы или нет, что Дериенко не начинал эту церковь. Он не был пастором. Вот мы говорили как-то о нем, об Андрее. Это такая же ситуация была во многих городах России, в том числе в Челябинске. Когда старых пасторов снимали, юридически, они находили зацепки. Такая же ситуация была вот со Щепковым в Ростове-на-Дону, когда там же и церковь, и все движение отжали. То есть, получается, мы удивлялись рейдерской поездке Дериенко в Мариуполь на оккупированную территорию, а внутри России это та же схема поведения. То есть, выживаются какие-то, скажем так, служители церкви, которых поддерживает община, которые законно избраны, как и должно быть в нормальной христианской общине, по крайней мере в протестантской, когда община выбирает и назначает служителя. То есть, он был выжат оттуда как-то, да, отодвинут в сторону и назначен новой, вот в частности, Дериенко. Интересно, интересно. Значит, Андрей, наверное, тут надо сказать, что сейчас многим церквям они подсовывают другие уставы, меняют. Я был на Дальнем Востоке, был на Байкале и дальше проехал. В прошлый год как раз у меня была поездка по всей стране. Я везде проехался. Я с удивлением узнал, что та же «Слово жизни» высылает свои уставы, где пастора назначают они, ассоциация. Церковь была начата, я был в шоке. Пастор один мне показывает, ну и на белом глазу, не понимает. Знаешь, у нас какая-то катастрофическая безграмотность пасторей. Вот просто, даже в юридических вопросах, в простых. Многие из них своих уставов не читали. Вот я вычитывал ему устав и объяснял, что у вас по уставу, кто чем рулит. Он говорит, ну они прислали, сказали перерегистрировать. Ну мы перерегистрировали. Я говорю, понимаешь, ты и начал в церкви. Ты приехал, он приехал с другой... Чего прямо буду говорить, он приехал с Украины в свое время, в конце 80-х годов, миссионером тоже, как многие были. И вот так вот бездумно, без всего подписал все эти. Я говорю, ты и начал, ты трудился, с тобой команда вся. Но в любой момент, вот только ты что-то вякнешь, они тебя уберут. Они тебя снимут на основании твоего же устава, который ты вот по их задумке привинял. Понятно, что люди, назначенные сверху, будут сохранять лояльность своей вот этой иерархии и задвигать интересы самой общины на месте, простых прихожан. Ты знаешь, я вернусь к тому разговору. Я когда выслушал эти ультиматумы одного, второго там, причем Попов это так сформулировал, второй пастор слова жизни в Москве, он говорит, Альберт, если мы с тобой еще друзья, хотел сказать ему крепкое слово, но воздержался тогда. Какие мы друзья, кто ты мне после этого? Я им одно сказал, я говорю, вы же понимаете, что в такие моменты люди идут, идут в мир, вот вы начнете действовать. Я говорю, вы, вы, они говорят, да, спокойно-то. Я говорю, вы, вы же не братья, вы волки лютые, вы, вы вторгаетесь. После этого они собрали за моей спиной, ну, всегда есть в церкви люди, которые не понимают или недовольны. Ко мне было вот вопрос по каналу там, у некоторых людей, они собрали, обзвонили кого-то, пригласили, приезжал сам Попов, и они вот вели эту деятельность, вот. У меня был человек, которого я снял с пастерства, уже год, наверное, в Тарусе у нас был, ну, банальное воровство, все деньги себе присваивал, все, и община с нулем, и она вообще вымерла до нуля. Я говорю, верни документы, он говорит, нет, не верну. Вот. И они его сделали пастором вот здесь, в Калужской общине, якобы 15-20 человек выдернули вот через эту ложь, через эти приезды, все, вы теперь наши, вы под слово жизни там, Альберт не туда зашел. Ну, и потом я написал бумагу, ну, чтобы историю рассказать до конца, да, что мы выходим. Я посоветовал с юристами, потому что юристы говорят, что суд в любом случае встанет на сторону централизованной общины. Вот адвокат прям так и сказал, говорит, вот они напишут в своем протоколе, что распять епископа Альберта, и суд подтвердит, скажет, да, это внутреннее дело церкви, они не разбираются сами там. Они, говорит, заберут у вас все, они заберут собственность, они заберут все, что вы устроили, все, чем церковь владеет. Это вот тот храм, храм, который сейчас стоит опечатанный, да, которым вы не можете пользоваться. Не опечатанный, на нас возложили ответственность по прекращению эксплуатации. Ну, люди говорят, как бы опечатанный, да. Ну, то есть, по сути, вы его содержите, но не имеете права им пользоваться, то есть, богослужения не проходят. Ну, да, да. Мы палатку поставили, три года назад мы купили, вот уже третью зиму, мы сейчас входим, да, в третью зиму, да. Мы купили палатку, там, подутеплили немножко, большую такую. Есть миссия, которая работает в России, миссионерская такая, сто палаток, по-моему, называется, вот, для... Ну, достаточно большую, немножко утеплилили, но все равно холодно, знаете. Но люди не оставляют церковь свою. Вот самые сильные морозы вот были у нас, когда... Ну, мы протапливали где-то плюс пять, плюс семь. Холодно, немножко кабалеют люди, но... Ну, любят Бога. Но, Альберт, а оно того стоит, вот эти вот страдания третью зиму уже, да, вот это? Ради чего все это делается? Потому что, ну, вот у простых верующих такое... Ну, что ему этот канал там какой-то? Ну, сколько его там посмотришь? Что он там говорит, да? Ну, вот помолчи. Я в свой адрес то же самое слышал. Вот из-за тебя у нас будут проблемы, да. Вот ты себе позволяешь, а потом к нам придут. А ты-то вот раз и там сбежал, да. А у нас из-за тебя вот будут неприятности всякие. Вот вообще она того стоит, вот ради чего эти жертвы? Скажите, пожалуйста. Ну, я не веду речь о жертвах, Сергей. Но что значит ради стоят это того? А где собираться с церковью? Где еще? Нет, ну, смотрите, очень простой вариант. К вам выходит какой-то представитель там РосХВ и говорит, мы решим все эти проблемы, да. Но ты закрываешь весь канал, ни о какой там политике не говоришь, ни о какой церкви не посещаешь, отправляешь культ. Вот у тебя красивая ряса, вот ты выходи там по воскресеньям, поговорил со своими, сколько у тебя там, 150 человек, да. Ну и все, больше никуда, чтобы мы про тебя не слышали вообще ничего такого. И епископ Альберт Раткин так подумал, подумал и решил, а зачем мне это и все надо, да. Вот у меня тут живые души, вот эти люди, да, вот они для меня ценность. А вот эти всякие каналы, выступления, там борьба за какую-то справедливость, ну, в конце концов, кто-нибудь другой может побороться, не облеченный такой ответственностью. Ну что, по-моему, такое очень искусительное предложение могло бы быть. Сергей, мы все разные, знаешь, но я, наверное, другой человек. Ты говоришь, зачем? Ну, совесть ты не продашь. Ну, не знаю. И я же понимаю, что никого они еще не оставляли после себя. Никого. Не было еще. Ну, вот обещание расколоть церковь, чем оно закончилось? Вот те угрозы годовалой давности. Вот эти приезды, я уже сказал, Попову, они вытащили там человек 15-20. И плюс шла работа среди армян. Мы были, оставались, скорее скажу, даже не были, оставались единственной церковью, где было армянское служение. Потому что во всей, по России, везде армяне, как правило, ну, как бы это ни звучало в основном, даже если в церквях начинали что-то, они потом делили церковь и уходили, и начинали свои. Вот. И на армян тоже было сильное воздействие. Вот. И тоже оставили. Вот. Хотя армянское служение я начинал сам. Трудился среди армян много. У нас в Калуге просто, Сергей, наверное, знает, кто бывший россиянин, у нас очень мощное... Тут было армянское лобби. Это компания Ташир, которая в Москве сейчас, везде она по России очень гремит. И в Армении очень сильно они гремят, они очень много скупают. Вот. Все энергосети принадлежат тоже им в Армении, например. Это очень влиятельный бизнес. Поэтому я трудился здесь, работал сам. Помогали. И я просил часто, знаете, у меня были смешные истории с пастором Артуром Симоняновым. Я его, как увижу, всегда просил, это было еще в начале 2000-х годов, я говорю, пастор Артур, дай кого-нибудь, у нас столько армян в Калуге, огромная диаспора живет там, дай кого-нибудь из пасторей или служителей. И Артур всегда смеялся и говорил, Аргерджан, не веря армянам, обманут. Начнут с тобой, потом уйдут от тебя. Говорит, подними своего человека. Ну, такие биологии были. Но даже поднятый свой человек, он все равно... Это, конечно, особая тема здесь в России, национальной церкви. А Симонян как-то повлиял на этот процесс с армянской диаспорой, вашей общиной? Я встречался с пастором Артуром, я летал к нему специально, вот когда все это произошло. Ну, у нас разговор состоялся, мы дружим, и он сказал, Альберт, я этого не знал, я того не знал, я еще чего-то не знал. Ну, что мне показалось странным? Думаю, телефон-то есть, но набери, если ты чего-то не знал, ну, позвони. А мне сказали вот это, а мне сказали вот то, а мне сказали, что они отдельно от тебя, это своя церковь, вот этот человек начал. Я говорю, ну, это ж неправда все. Ну, в общем, есть что есть. Конечно, потрепали церковь, и они трепят церковь везде. Люди уходят в мир, потому что они, ну, там немножко отделилась, тут немножко, а все равно часть людей ушли в мир. Я им тогда говорил, я говорю, вы же волки лютые, вы людей просто жираете, вам все равно до этого, вот сидел в Мацуле, смотрел в глаза. Ну, вот если говорить о поведении, ну, так называемых российских братьев, хотя, судя по всему, там никакой христианской морали вообще нету. То есть никакого же, то есть вот эти все заявления, мы вне политики, мы занимаемся духовными вопросами. Там даже, я готов поверить, что они вне политики, но духовными вопросами там даже и не пахнет. Там просто исключительно шкурный материальный интерес, прибрать какое-то имущество. А для чего? Это как-то материализуется в их личные блага, в их личный уровень жизни. Какой образ жизни вообще ведут вот эти все люди, верхушка РосКВЕ? То есть это ради просто личного обогащения получается? А ради чего еще? Ну, вот вы поймите, вот тут же... Нет, просто для западного мышления очень сложно представить служителя церкви, который роскошно живет. То есть понятно, что у церкви может быть большое имущество, возможности какие-то, ну, там, даже многомиллиардный бюджет. Но, как правило, служители церкви вот здесь, на западе, они все равно довольно-таки скромно живут. Ну, живут как какой-нибудь там учитель школы. Да, ну, вот примерно вот на этом уровне. Я тебя услышал. Спасибо за вопрос. Но ты знаешь, вот, например, для себя я решил, что я никогда нигде не фотографируюсь там в поездках, особенно где-то в кафе, и когда приглашают где-то покушать. Вот ты зайди на Facebook, может быть, сейчас поменьше этого стало там, или ВКонтакте, вот, всех пасторов. Причем это одиозный союз, это в основном вот это РосХВЕ. Ты фотографиями завален, они в ресторанах сидят, они едят то там, то в той стране, то в этой стране. Ну, это дикость какая-то. Я много раз еще буду в союзе говорить, зачем вы это делаете? Что за мышление такое ущербное? Вот показать, какая жизнь у тебя состоялась. Ты сидишь там, а люди-то простые, несут кто-то свои последние пожертвования, чтобы ты вот сидел где-то в ресторанах там. Ну, ладно, рестораны там, жизнь там богатая. Ну, кто к чего привык? Тоже Рейк Реннер, он привык там к роскоши, ко всему. У него дом такой и все остальное. Ну, вот вопрос. Понятно еще с этими лихаинцами, у которых воспитание корнями в какой-то Советский Союз или в какую-то дворовую криминальную культуру. Допустим, того же Деремова, если поизучать биографию, то человек из грязи в князи. То есть, буквально у него несколько лет прошло, меньше пяти лет от того, как он реабилитировался и стал епископом, замечу. Буквально вот очень стремительно человек, скажем так, возрос. Понятно. Но вот Мацола, Рейнер, представители западной философии, западной культуры, цивилизации, западного христианства, люди, приехавшие миссионерами. То есть, получается, они не приносят свою западную культуру, вот этот протестантизм, который, как правило, скромен, ну, по крайней мере, не роскошествующий и не ведущий вот такую вот показную жизнь, ну, какой-то, да, снобизм не демонстрирующий. Но что у них в голове происходит? Вот вы знаете их лучше, Мацола, Рейнер. То есть, они приехали, приняли вот эту криминально-бандитскую философию и комфортно себя в ней чувствуют? А почему бы и нет? Они бесконтрольны со стороны Запада. Это там, как ты говоришь, каждый прозрачен. А здесь кто их проверит? Кто посмотрит? Где они живут? Как деньги расходуются? Куда они уходят? Это же вообще все невозможно. Слушай, буквально, наверное, недели три назад ко мне подходит один дедушка у нас в церкви. Он пчел выращивает. И говорит, пастор, я недавно ездил в Москву. А, начал с другого. Говорит, пастор, а почему у вас охраны нет? Я говорю, какая охрана мне нужна у себя же в церкви? Говорит, а я вот сейчас был в Москве. Я ездил в Москву, ездил в Слово жизни. Хотел баночкой меда пастору Мацулу благословить. Я говорю, ну и как? Ой, говорит, меня сразу два здоровых парня за шиворот схватили. Куда? Я им говорю, я хочу мед, благословить. Трехлитровую банку меда привез. И вот у меня разговор такой стоялся с моим членом церкви. Вот. Представляешь, сразу схватили. И я знаю эту систему. Что там, ну, близость к телу или подойти к телу, это не всегда возможно. Особенно вот таким непонятным и всяким чудным людям. Что бы не делали, получается, автомат Калашникова. Может быть, это какое-то проклятие России. Но я знаю другие. Ну, вот вы тоже пример такой. Я знаю американца, моего друга. Его просто депортировали из России в современных условиях. Потому что, ну, может быть, не потому что, но он скромно жил. То есть у него была старенькая машина, старенькая маленькая квартира. Да, он, в общем, не выделялся в толпе русских людей. Ну, поэтому он не узелся, мне кажется. И поэтому тоже. Вот американец, о котором ты как-то снял документальный фильм, которые жили там в панельной многоэтажке. Нет, другой. Те остались еще. А тот, который 30 лет прожил, да. И вот так его подставили несколько раз под административные всякие дела. И в итоге выслали в Америку. Ну что, вот таким образом. Так что, я думаю, есть другие случаи. Но все-таки, может быть, на таком уровне специально и службы специальные, они как-то посматривают, посматривают. Потом понимают, как можно контролировать человека за какие-то, ну, я не знаю, скрытые грехи, например, или вот такой образ жизни. Да, и потом предлагают просто сотрудничество на своих условиях. Иначе будет, ну, не очень хорошо, так скажем. Да, то есть я могу себе представить, как это происходит. Не думаю, что это прям искренне у них. Они сами по себе такие плохие люди, что вот вы выбрали такой образ жизни. Ну, слушайте, я хотел такую отсылочку в историю. 1961 год, раскол во многих союзах, но конкретно в Баптистском союзе, что мне близко. Да, как раз примерно на этом и строился. Да, лояльность была самым главным. Лояльность советскому государству тогда, российскому государству сегодня. И если человек не лоялен, то его преследуют. А если лоялен, ну, не то, что прям оставляют в покое, да, но каким-то образом терпят. Да, ну, вот подписывай там, да, своих, как-то пиши заявление на своих членов церкви, да, поздравляясь 1 мая там, да, с церковной кафедрой. Ну, и так, ну, какие-то, да, свои. Не пускай детей в церковь, да, и будешь более-менее нормально существовать. Но тогда же образовался такой, ну, подпольный союз, и не один, который издавал там литературу, которые там скрывались как-то, да, у которых были свои общины. Ну, понятно, что там все-таки компромисс был ради продолжения христианского служения. А здесь вообще речь идет о личном обогащении. О обогащении. То есть библейским языком лихаимство в чистом виде. Это же огромное еще здание. Ну, вот что сказать, ну, слово жизни в Москве, если кто был, да, он просто поражается, да, это такой храм Хреста Спасителя для протестантов, можно сказать. Сергей, я знаю ситуацию со зданием, когда они покупали. Это здание, часть, оно стоит на одном фундаменте. Вот эта часть была института огромного. Вот там сейчас находятся несколько институтов. Один из них ЦАГИ, который занимается, это секретный институт. Тоже на одном фундаменте ты должен понять. Вот тоже крючок воздействия. В любой момент могут протестовать итоги. Там, я насколько знаю, штрафы большие, не погашены. Ну, много там чего есть. Они всегда на крючке будут с этим зданием. Как бы мы сейчас о нем не говорили. Потому что тот же вот этот институт закрытый, он военный. Он занимается и торпедами, и еще чем-то. Это открытые источники. Это есть все в Википедии. И они находятся на одном фундаменте со зданием. Это просто был ДК, который принадлежал этому институту в советское время. Они не могут отделиться, не могут сети отделить, не могут землю выделить. Я думаю, даже в этом разговоре мы преувеличиваем. Ну, сколько людей могут собраться там в слове жизни в Москве? Сколько вмещает зал? 1200 они взяли. Был на 900. Ну, для огромного города 15 миллионов – это вообще ни о чем. Это ни о чем. Это понятно, что мы просто в условиях ограничения религиозных свобод думаем, что это что-то грандиозное. А для той же Украины, где религиозные свободы существовали с момента распада Союза, вот такое церковное здание – это для какого-то маленького городка типа Мелитополь, да? Абсолютно маленький, ничем не примечательный городок, какой-то районный центр, где огромные церковные здания, которые, кстати, прибрала вон оккупационная администрация Запорожской области и поставила там Министерство спорта. То есть для свободных стран бывшего Советского Союза это вообще не является нонсенсом. Но я к тому, Андрей, что людям есть что терять, кроме своего личного благополучия, да? И они этим где-то в глубине души, возможно, просто оправдывают свое поведение, да? Ну, ладно, там вам легко говорить, вы нищеброды, да? А у нас здесь, смотрите, церковь большая, да? И какие-то служения, и телеканал, да? Он это же стоит все денег, да? И представьте себе, я тут сейчас начну, как вы, так лишится народ Божий всего этого благополучия, да? Поэтому, ну, немножко так на компромисс, ну, деваться некуда кесарю кесарево. Уж кто-кто, но народ Божий прекрасно понимает все эти компромиссы. Я понимаю, есть не совсем далекие, невежественные люди, которые, ну, искренне, да, разделяют вот эту кремлевскую философию, вот эту вот симфонию единства, вот этой философии, где церковь сливается с вот этой властью. И там же вот идея подавления инакомыслящих, насаждения диктатуры, и вот эти вот все преступные схемы, которым пропитано все современное российское государство. Но, с другой стороны, люди, которые искренне читают Библию, которые видят, что все это, ну, откровенно противоречит христианской морали, просто напрямую понимая, что там никакого компромисса невозможно найти, никак оправдать. Но это же их отвращает от церкви, отвращает от Бога. И получается, что в этом сообществе автоматически собираются люди, которые уже подвержены влиянию вот этой философии полукриминальной. Или, наоборот, запуганные люди, униженные, находящиеся на каких-то крючках манипулятивных. Но это изначально нездоровое общество, и это община, как христианская, да, единица. Но у нее нет никакого будущего. А что, если власть сменится, и этому периоду будет дана оценка? Это ж мы видели в истории, когда люди крушили, громили церкви, взрывали их. Ну, мне кажется, что вот люди, о которых мы говорим, верхушка Росхэлэя, элита религиозная, они сделали все, чтобы при смене режима в России народам была дана оценка их деятельности. И потом просто мы уже знаем, чем закончится. Но, с другой стороны, они же до сих пор все ездят, путешествуют. Вот недавно Риховский где-то выступал, там у них на сайте висит, что типа используйте религиозные рычаги, используйте религиозное влияние. Вот у меня сейчас группа в Нью-Йорке, у меня группа сейчас в Европе, у меня там мои посланники еще где-то. Они свободно путешествуют везде и всюду. И также собирают пожертвования, также рассказывают о своей гуманитарной миссии, сколько они помогают там. И успех какой-то имеют. Вот здесь тоже надо подумать, как все это сделать, как оградить от их влияния. Потом мы еще должны понимать, сколько они создают там сетей, ячеек. Это же ни для кого не секрет. Если они сотрудничают, работают, то всегда будут создавать спящие такие ячейки в других государствах, на других территориях из своих посланников. По крайней мере, мы можем настоятельно порекомендовать всем церковным общинам, организациям, находящимся за рубежом, держаться подальше от ФСБшника Сергея Риховского и его споры, его окружения. Потому что ни к чему доброму это не приведет. Конечно, если вы не являетесь сами по себе уже агентом ФСБ, то вы найдете, конечно, очень много общего с этими друзьями. Я вообще рекомендую на будущее, как за рубежом в Европе, в Америке, в странах Запада выискивать спящих агентов. Ну, посмотрите, у кого тесные связи с Риховским, с верхушкой РосХВЕ. И присмотритесь к ним. Вот они, вот они как на ладони у вас. Вот сеть готовая. В заключении, Альберт, мне хочется позитива какого-то, потому что мы тут привыкли ставить диагнозы. Но каким образом это можно лечить в современных условиях? Ну, выжить мы еще как-то понимаем. Ну, то есть сейчас включен режим выживания, так скажем, чтобы вот как-то устоять в этой буре. Но все-таки это тоже часть выживания, думать о будущем. Потому что ради чего мы выживаем? Что будет потом? Вот у вас какие есть по этому поводу идеи? Каким образом христианское сообщество, пракистанское хотя бы в России может быть очищено? Ну, или как-то самоочищаться от всего этого наносного и ужасного? Что можно предпринять? Каким образом совесть сохранить в чистоте и как-то дожить до лучших времен? Потому что я слышал уже не один год назад, что нужно просто замереть, знаете, как при какой-то ситуации замереть, ничего не делать, а вось пронесет. Но мне кажется, это не лучший вариант, если у вас другой. Слушай, ты сам ответил на свой вопрос, когда вспомнил 1961 год и инициативников, письмо их и отделение. Они выжили. Их общины не меньше, чем у тех же баптистов, которые пошли в регистрацию и которые взяли под себя 50-ников. Они больше, намного больше. То есть мы сами знаем ответы. Надо выходить из этих структур. Я постоянно говорю, ребят, в Росфлеве же очень много хороших, искренних, талантливых и честных людей, которые еще не замараны. И в ассоциациях, там 30 ассоциаций состоит. Но только верхушка, вот клан, Ореховский же сам Духовный совет себе назначил. Раньше всегда выбирали Духовный совет и всех ассоциаций выдвигали. Но в 19-м году, я постоянно об этом рассказываю и говорю, на соборе Росфлеве он предложил, говорит, я устал бороться с другими мнениями, и я хочу, чтобы это были мои люди. Пять или шесть человек из слова жизни входит туда, в Духовный совет. Из 15, что ли, или меньше. И это все его люди, понимаешь? Что нет системы противовесов. Я за это всегда говорил. Должна быть система сдержек и противовесов. Ну, это всего лишь начальствующий епископ, избранная должность на 4 года. Его выбираем. Это не царь, это не бог, это не архиепископ, сияй всем. Вот. Я предлагаю всем, я говорю, есть другие отношения. Отношения Альянса, которые привезли, кстати, в Россию еще лорд Редсток, Пашков, наверное, или Пашков, как его, не знаю, как правильно. Другие деятели, вплоть до начала, до революции, были всегда люди, которые строили на отношениях. Не на структуре, не на иерархии. Вот Россия всегда скатывается, всегда требует царя-батюшка. Кто-то должен нас лупить, ну, лупит, значит, любит. Кто-то должен нас лупить. Но ведь есть Евангельский альянс, по-моему, под как раз чутким руководством Сергея Васильевича. Разве нет? Или это другая структура? Нет. Они создали, да. 17 лет назад или 18 уже, может быть, даже 20 лет назад. У них этот Евангельский альянс, я попытался тоже войти туда, работать, это Российский Евангельский альянс. Вот. Он лежал под сукном. У нас была встреча. Я, Власенко, ФСБшник наш, Роман Бунин, Риховский, и, по-моему, опять Паша Ромер был. Вот. Мы сели тогда, и они жестко сказали, вот первый вопрос ФСБшника нашего, он сказал, а зачем вам альянс? У нас уже есть консультативный совет главы председательской конфессии. Вот когда они думали, что какую структуру двигать, консультативный совет или Евангельский альянс, Евангельский альянс они положили под сукно. Это, ну, как бы, мертворожденная структура. Сегодня я возрождаю другой альянс, Национальный Евангельский альянс. То, что было уже, то, что работало, предлагают церквям. Очень много. Вы не представляете, сколько мне идет разного материала по всем вот этим гнустостям, которые творятся, по хорошим вещам, по всему. Люди хотят, хотят жить, хотят дышать, хотят работать, но, как ты правильно заметил, иногда боятся еще. Боятся всех тех же структур. Вот этот страх перед Риховским меня всегда поражал, типа, ну, а ведь он же там, он же с ФСБ связан, на нас, нас задавит тогда, нас посадит. Думаешь, господи, кому же вы служите тогда, ребята, а? Ну, как бояться одного человека, ну, сейчас его впнут отовсюду, и все, и все развалится, весь карточный домик, все фиговые листы поотвалятся, и будет видно уже вся нагота ваша. Говорю, уходите, тем более, Сергей, ты сам из России, ты знаешь, что не требуется, не знаю, знаешь, или нет по закону, теперь входить в какие-то централизованные структуры. Это совершенно необязательно. Общины могут быть автономными. Закон давно внесли изменения, и о 15 годах, о 50 вот этих летах, которые нужны там для ЦРО, и 15 для местной религиозной. Это не требуется сегодня. Любая община может существовать самостоятельно, по своему уставу, не входя ни в какую-то централизованную. Строить связи с тем, с кем хотят, дружить с теми, с кем хотят, приглашать друг друга, без оглядки там на, на вот эти вот высшие власти. У нас интернетик гуляет. В общем, выход есть, и есть надежда. Найдите в соцсетях Альберта Раткина, постучитесь там, и спросите конкретные какие-то вещи, что делать для того, чтобы выжить в современных условиях. Сергей Степанов, Андрей Матынга, и Альберт Раткин, всем спасибо, до свидания. Подпишитесь на канал Крестовый Подход, во-первых, наш, и обязательно найдите YouTube-канал «Взгляд с небесной» преподобного епископа Альберта Раткина. Помните, что ради этого YouTube-канала завязался весь цирбор, целый церковный совет заседал и требовал его закрыть, и где-то там даже среди фейсбешных кураторов был переполох из-за этого YouTube-канала. И если вы знаете меня, мои заявления, мои позиции, и вам кажется, что я слишком резок в выражениях, слишком груб, скатываюсь на хамство, то вот вам, пожалуйста, абсолютно нормальный, спокойный человек, священник, который говорит те же вещи, но нормально, спокойно, культурно, пожалуйста, смотрите его, переключайтесь на него. Я не требую всего внимания к себе и не тяну одеяло на себя. Пожалуйста, есть люди, которые могут делать то же самое гораздо лучше, спокойнее и воздержаннее. Спасибо. Как сейчас называют некоммерческая реклама. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok